всем счастья и удачи с вами козлов сегодня опять хочется поговорить знаете ли о том что мне совершенно не близко мягко говоря не близка мне семейная жизнь ничего не могу с этим поделать но поговорить об этом хочется тут так вот узнал что узнал я об этом давно и можно сказать наблюдая за этим проектом с рождения что у нас в городе уже несколько месяцев работает такой проект как школа семьи жену я вот звучит уже достаточно заманчиво и интригующе и вот люди не сведущие с которыми я общаюсь ну скажем так не особо в это увлечены говорят ну это же опять наверняка разводила ну как можно научить семейной жизни это же можно только попробовать только самим только так сказать день за ним днем неделя за неделей год за годом так вот чтобы ответить на все эти вопросы я позвал сегодня руководителя проекта жаную жану я мою замечательную знакомую екатерина дерка очкаете здравствуйте вот наверняка вот такие вопросы задают вам сразу как только видят там ваш пресс-элис ваш буклет или узнают о вас да я то почему такая школа возникла я примерно понимаю потому что статистика разводов она не может не удручать и вообще она говорит сама за себя почему такая школа возникла а вот действительно реально ли вот по вашим ли рецептам по каким-то ли другим научить семейной жизни или уберечь от разводов будем так говорить но наверное здесь будет правильнее сказать что нам не несколько уже 12 месяцев то есть ровно прошел год с открытия школы за это время случилось много всего интересного мы как знаете как мы некий такой социальный эксперимент в городе ничего подобного еще не происходило и ничего подобного еще не не повторяется это проект поддержан городом и он происходит на свободной добровольной основе как и тех кто преподает в нем да то есть волонтеров так и тех кто принимает участие можно прийти бесплатно и вот наверное вот этого дух бескорыстия который которым школа пропитана да вот передача знаний потому что говорится что высшая форма благотворительности это не просто вот пожертвовать какие-то деньги а дети а будет накормить да а именно высшая форма благотворительности передать знания то есть наша идея была в этом о том что люди ступают в брак и вот задумывались в загсе говорят вы подаете заявление и говорят и месяц подумайте зачем этот месяц на что сейчас уже готов да или например люди разводятся им говорят тоже ну и месяц подумайте да то есть о чем этот месяц опять же думать да то есть на что его и вот мы решили что чтобы эти месяцы не были пустыми что в первом что во втором случае мы приглашаем семейные пары на некий такой образовательный курс он краткий он вводный он всего из семи тем состоит при желании пары повторяют они приходят еще 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 они посещают потом наши уже фестивали вот какие-то большие наши программы которые мы организовываем но безусловно результат есть то есть есть и семьи которые сохранились которые приходили в 40 сначала один кто-то из пары есть семьи которые состоялись есть люди которые нас познакомились есть свадьбы на которых мы вместе уже у них были поздравляли дарили им на сертификаты то есть много всего уже произошло теперь поняли дорогие товарищи да для чего этот месяц да не просто это не бюрократическая волокита это это знак свыше конечно смысл был заложен нужно было его только раскрыть да действительно но вот такой вопрос вот что я заметил особенно в последнее время особенно в соцсетях муссируется эта тема и мне он она достаточно такие интересные размышления навела вот у нас народ очень болезненно реагирует на критику попробуем что-то укажи что у нас что-то не так с нашим городом с нашей страной чуть ли не на вилы мысли на тебя поднимет я так понимаю но вот это вот неприязнь критики вот она же наверняка и в вопросах семейной жизни в чем-то проявляется то есть это вот не самокритичность мягко говоря знаете есть такая национальная черта я так понимаю национальная черта это крайне вот болезненное восприятие критики и может ли такой человек сказать что я действительно есть и моя вина в том что вот семья не состоялась да нет конечно знаете хорошая реакция в этом отношении потому что вот например есть у нас международные какие-то проекты в которых тоже принимаю участие где мы проводим в снг в россии там в европе да что то и вот есть такой огромный проект который поддерживает партия единая россия он на территории российской федерации называется он общее дело этот проект направлен на борьбу с алкоголизмом вообще со всеми вот пропагандой прочего и там он имеет широчайшую поддержку в школах в вузах везде то есть люди озадачены этой проблемой они видят что есть такая сложность правда что касается нас ну возьмите сейчас у нас затейте такое дело я не скажу что у нас нет таких случаев да конечно есть но тем не менее вот такой пагубности все таки ее нет злободневности что касается вопросах семьи то никогда в казахстане не было такого количества сирот никогда не было такого количества брошенных детей об этом говорит наш президент своему прощению он говорит о том что это страшные цифры для казахов о том что мы стали детей отдавать детские дома когда есть семьи мы стали родители отдавать дома престарелых когда о них не заботятся то есть теряется вот это вот все то есть связь с младшими правильная связь со старшими отношения с равными и поэтому когда начинаешь говорить и основываться на вот эти вечные традиции казахские то как раз таки жену я слово придумано же не просто так у него же огромное значение в переводе это просто семья но если разобрать по слогам то жан это душа ауи да то есть это гнездо гнездо для души это вообще да то есть это ну как бы так смысл того что человек приходит находит там прибежище находит там опору в этом во всем и вот это все возвращается когда начинаешь об говорить да то есть у нас на открытии школ мы всегда приглашаем каких-то именитых большие пары с большим опытом совместной жизни обращаемся к опыту взрослых да то есть они мудростью делятся они говорят о том что на самом деле психолог один вот сейчас мы беседовали тоже перед передачей о том что что такое совместимость людей вот например розов известный астролог и психолог говорит о том что нет несовместимых людей есть нежелание быть вместе есть нежелание меняться ради кого-то есть нежелание делать что-то да то есть вот ради другого они совместимости нет поэтому ну вот отвечая на этот вопрос я хочу сказать что для казахстана эта тема очень интересно сейчас в разных городах мы продолжаем этот опыт и даже в россии то что хотят открывать подобные школы мы делимся этим опытом они все равно будут иметь название жену я потому что в самом этом слове есть огромный смысл как и во многих других казахских словах кстати они ну вот распаковывая их они очень красиво дают философию это замечательно конечно но тем не менее наверняка есть и скептики да конечно есть и тем не менее вот хотелось бы вас спросить вот и всех скептиков мы приглашаем на самом деле если что развеете сейчас мои сомнения но наверняка есть те кто и наверное уходит от вас не будучи самым довольным вы какие-то получали такие отрицательные фидбэки от деятельности вашей школы но так критики говорят так как я сама веду эти занятия тоже провожу как одна из тех кто их проводит то есть бывают разные ситуации конечно бывает аудитории у нас не очень большие там вместимость их человек по 40 и ты не можешь просто вот прийти что-то рассказать и уйти да потому что вообще смысла в этом нет но можно и открыть интернет прослушать миллион лекций сейчас десятки часов ну зачем тебе куда-то ходить в какую-то школу правда но когда ты приходишь туда ты видишь живых людей ты видишь того кто с вами общается и бывают разные лица бывают такие монгольские да то есть знаете такие безэмоциональные бывают очень такие вот серьезные на тебя смотрят подвох бывает очень недоверчивые да бывает сразу открытые и ты видишь вот в процессе этого общения когда рассказываешь о чем ты делишься когда происходят какие-то тренинговые моменты как люди меняются как доверие возрастает я не скажу что вот все те кто начинают посещать они посещают все строго 7 недель но тенденция такова что если люди попали в школу да то есть они в нее возвращаются у нас существует рассылка благодаря которой они знают все новости жену и они приходят семейные пары уже приходят уже кто-то со своими детьми да то есть но вот за это время успел вот это вот это уже состояться кто-то родил если приходил к нам беременную ну очень интересно это очень семейная теплая атмосфера и люди хотят общаться то есть недовольных нет есть несогласившиеся например была пара они сейчас забегая вперед скажу что в данный момент они женаты но на момент того когда мы начинали с ними то есть разговаривать он был явно за свободные отношения то есть вообще вот все вот эти вот ограничивающие факторы он считал их пережитками нынешнего времени да и прошлого вообще зачем все это они ходили вместе при всем при этом и вот в процессе общения я не знаю в какой момент это произошло я уезжала в командировку сейчас и вернувшись мне увижу в инстаграме их свадебную фотографию и узнаю что они были в одной из наших школ и я знаю что пара поженилась да то есть и ну для нас это такая ну радостная весть о том что люди понимают что есть смысл мужчина наконец ну как бы он понял что нужно взять ответственность за женщину большая беда вот этих гражданских браков хотя по первому образованию я юрист и вообще к слову гражданский брак оно в корне верно сейчас к этому вернемся а будем говорить об этом да но тем не менее да то есть большая беда в том что мужчины не хотят брать ответственности давай просто свободное отношение а здесь взял ну радостная ность но вот так так называемым гражданским браком я хоть и не юрист но тоже сам прекрасно понимаю что такого понятия гражданский брак это брак официальный конечно зарегистрированный брак зарегистрированный остальное это сожительство конечно да вот так вот сожительству к вопросу и сейчас есть такое фактический брак да википедия дает такое ну так называемый фактический брак так называемое сожительство вот в какой-то степени это может быть альтернативой или нет ну живут люди скажем так даже соблюдают друг другу верность но вот я знаю что сейчас просто определенная у определенного слоя людей прослойки людей просто вот какая-то вот патологическая неприязнь вот ко всем этим официальным мероприятиям да они могут быть неверующими нерелигиозными ладно в церкви не будут венчаться там мечети но не любят они загсы не любят они вот все это и вот мишуры вот этой вот показной вот может быть действительно так да соблюдаем все как бы нравственные традиции но не регистрируемся но здесь такой момент очень тонкий в том плане что если люди знаете современная молодежь это люди очень пытливые это те люди которые не будут верить знаете сейчас детей ставят в угол и мы говорим один встань в угол могут зачем встать в угол да то есть там почему я должен стоять в углу объясни мне то есть если ты объяснишь я буду стоять ну то есть это сверху младший сказал кота что я там буду делать что там буду делать да и то есть ну почему да и сейчас вот если люди не понимают смысла семьи ну то есть а зачем нам создавать семьи почему именно нужно регистрировать отношения да то есть в чем смысл и вот знание оно пробуждает разум и говорит зачем это нужно когда люди приходят зачем действительно вот зачем это нужно потому что зачем вот вот все эти документы все это безопасность и безопасность первую очередь женская безусловно потому что женщина всегда на по идее да то есть個 если основываться на знаний то женщина всегда под защитой сначала женщина под защитой своего отца потом она под защитой своего мужа далее нас выходим как бы уже в престарелом возрасте до primeiro возрасте она под защитой своего сына когда муж тоже слабее или zgiatief а да но сын в любом случае это муж-дочери. И для женщины это крайне важно, потому что женщина, как только она начинает служить мужчине, ну, то есть готовить, убирать, стирать, ухаживать за ним, даже если они при этом не женаты, то есть она уже считает, что это ее мужчина. То есть внутри она уже привязалась. И потом что-то как-то, знаете... А он действует наоборот. То есть у него, знаете, такая система, что, ну, если она уже готовит, стирает, убирает и постоянно рядом, ну, зачем для этого еще и жениться. Вы понимаете? То есть, ну, это такой вот парадокс. Парадокс. Уже не надо завоевывать, уже не нужно носить цветы, не нужно ходить на свидания. Все просто достаточно. Но она-то ждет, что вот наступит тот светлый миг, когда он поймет, а он не понимает, зачем что-то. Знаете, как если кран капает, и до тех пор, пока его не прорвалось, зачем? То есть мужчине не мешает, что он капает. А женщине нужно, и она просто этого ждет, ждет. Чаще в таких парах накапливается вот это вот очень долгое молчание, замалчивание. И потом, когда проходят индивидуальные какие-то консультирования, то, знаете, самый распространенный вопрос, когда он говорит, ты что не могла сказать? А она ему отвечает, а ты что не мог догадаться? Ну, как бы. И поэтому вот о том, чтобы все друг другу могли сказать, и могли о чем-то догадаться, могли о чем-то спросить, мы как раз их приглашаем к тому, чтобы люди приходили, приходили пары, приходили молодые пары. Мы очень радуемся, когда приходят студенческие пары, потому что в студенчестве это самая пора вот этой любви. Но большинство студенческих браков, как правило, очень скоротечны. И даже общество это прощает. Знаете, как у нас, мы начали этот проект чуть позже со студентами, назвали их студенческие клубы школы семьи Женуя, и в Казанпул мы провели уже много таких занятий, и там настолько пошел навстречу преподавательский состав, что у нас были прям часы в сетке, и проводили на русском и на казахском языках эти занятия. Так вот, ну, ребята, они оставались, они специально, то есть им было интересно, у них масса вопросов. Это кажется, что, знаете, то есть это несерьезный народ, но у них это очень сейчас востребованная тема, им как раз-таки жить и строить. Нас в школе всему научили. Мы с вами долго учили тангенсы, катангенсы, синусы, косинусы. То есть вот они сильно всем пригодились в семейной жизни, и потом на пороге там ЗАГСа или, не дай бог, развода. То есть люди как раз вспоминали теорему, да, то есть Пифагор. Да, Пифагор, Фермана. Об этом это нужно. Я не обесцениваю ни в коем случае. И вместе с тем, ну, сейчас здорово, что, например, в школах Казахстана появляются уроки самоосознания, самопознания. И мы вот проводим тоже различные уроки для детей, уроки счастья. Вот, кстати, вот к интересной достаточно теме подошли. Ну, сейчас вообще все у нас таким достаточно большой критикой подвергается система школьного образования, система в том числе даже вот преподавания гуманитарных наук, преподавания физики, преподавания всего. Но где гарантия, что вот эти вот уроки самопознания ведут правильные люди? Потому что, ну, как правило, это тоже либо, мягко говоря, не очень хорошо учащиеся студентки не самых первосортных вузов, либо это вовсе, так сказать, уже, так сказать, доживающие свои не совсем перспективные барышни, мягко скажем. Я вот как себе это вижу? Почему, например, действительно в школу не пустить волонтеров? Не решиться на такой шаг. Свобода – это некая осознанная необходимость. То есть, когда ты уже понимаешь вообще к чему и как, тогда можно что-то строить. Это нововведение в школах. Я явно вообще не квалифицирована говорить что-либо о системе образования, но знаю, что многие хорошие вещи, они у нас водятся. То есть, например, Шалва Александровича Монашвили, который приезжает и проводит здесь тренинги для наших преподавателей. То есть были проведены педагогические чтения. У нас открылся Казахстанский центр гуманной педагогики. Есть изменения, есть тенденция к развитию, и она очевидна, потому что сейчас существуют родительские клубы, тоже образовательные. Никто никого не учил. Не учили быть родителями, не учили быть женами, не учили быть мужьями, не учили быть детьми. Время меняется, технологии растут, а отношения падают. Вот какова она вообще, эта семья будущего, на ваш взгляд? Семья будущего – это опора. То есть опора этого человека. Все равно же в любом случае семья там 15 века отличается от 7 и 19 века. Время свои законы диктует, в том числе и в семье. Да, семья мало меняется, но все же меняется. Какая она семья? Наверное, это та семья, которая вот в этой паутине интернета. Да. Ну, вряд ли в наше время, скажем так, возможен домострой. Он возможен, конечно, но он в любом случае до определенного предела. Знаете, все равно, несмотря на все на это, на все эти новые технологии, людям хочется простого человеческого тепла и общения. И вот школа семьи, она об этом. О том, что давайте на два часа уберем телефоны, отключим гаджеты, выйдем не в клуб, где невозможно поговорить от музыки, а пообщаемся здесь, поговорим, посмотрим друг другу в глаза, узнаем, познакомимся. И огромное количество людей, которые хотят теперь так общаться. Это ново. Мы вчера смеялись. Вы помните вот это детское? Там, домой, когда кричали тебе с балкона, там, Костя, крикнули бы, домой, там, да. И там собирали детей, родители вот так вот с балконом, да. Люди сидели во дворах. Посмотрите сейчас. Это наше детство. Это было не так же давно вообще. Сейчас тоже нет. Этого нет. Они не сидят во дворах. Они не хотят, да. То есть зачем? Есть гаджет, да. То же самое. Родители ругают детей за гаджеты, но сами в компьютерах, сами в работе. Вот. И семья будущего, она, безусловно, за теми, кто все это научится применять в пользу отношениям. Это напоминает, когда выпивают за столом и говорят о вреде алкоголя детям. Да, да, да. У них на глазах. Поэтому сейчас, на самом деле, большая тенденция того, что люди меняются. Приходят дети индиго, приходится меняться и родителям, понимаете? Да. Тоже красится в этот цвет индиго. Тоже. Нет, не красится. Им приходится читать их книги, им приходится меняться, им приходится слушать этих детей, понимаете? Им приходится понимать, что что-то надо поменять. Огромное количество сейчас информации, именно информации, поэтому знания нужно получать в качестве. Мне кажется, это все само веление времени, всему даже свободе вот этой, вот в семейных отношениях, в межличностных отношениях, в отношениях мужчины и женщины, даже свобода вот эта вот, даже от нее вот это пресыщение наступает. Да, безусловно. И вот уже к какому-то порядку, к какому-то внутреннему, своему собственному стремиться. Просто посмотрите то, что происходит, вот вы говорите, свобода, то есть если дать совершенную свободу, то, что сейчас, то есть США во всех своих штатах узаконили однополные браки. В Европе во всех учебных заведениях дети проходят уроки сексуальной грамотности, там чуть ли не начиная с третьего, четвертого класса. Полная деградация. То есть когда людям дают свободу в отношениях мужчины и женщины. Я думаю, может, это не так плохо. Может быть, в сопротивлении на это, общество само, сопротивляясь этому, общество само как бы будет искать альтернативу. Ну, общество сопротивляется. Вот как-то, ну... И вместе с тем, с другой стороны расслабляется. Ну, много же компостировали мозги в советское время, там, марксизмом, ленинизмом и прочей ерундой. Но люди приходили домой, им родители рассказывали то, как дело обстоит на самом деле. И люди как-то сохраняли, сохраняли понятие, что хорошо, что плохо. Что Павелик Морозов – это не герой. Что это смолочь последняя. Вот последний такой вопрос, вот опять же, к юстиции, к законодательству. Ну, нет-нет, но некоторые горячие головы призывают нас запретить, например, разводы. Запретить? Запретить разводы. Как вы к этому относитесь? Или лимит какой-то установить на них? Сразу, когда к нам приходят люди, если они озвучивают свои какие-то трудности, говорят о том, что вот у меня там семьи, я бы хотела узнать. Даже когда они звонят, у нас есть один принцип, которому мы сами следуем. и вот говорим о том, что мы будем везти сюда, а если вам по пути, пойдемте. Мы говорим о том, что мы не разводимся. Это касается не только отношений мужчин и женщин. Сейчас люди очень легко разводятся, ну, выходят из отношений. Вот на работе что-то не клеится с кем-то, перестанут с ним общаться. Там, с соседом как-то поругался, перестанут с ним общаться. С мамой неправильно, перестанут с ним общаться. Легко сейчас просто, знаете, поставлю черный список, вычеркну из друзей, там, закрою доступ, да, просто все, и мы выходим, 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 выходим из отношений. И выйти намного легче, чем остаться. И развод – это вообще не панацея совершенно. Вот остаться, изменить что-то, поработать с этим, да, то есть как-то вот повлиять на ситуацию. Потому что, как ни крути, да, то есть, но законы времени, законы судьбы, они таковы, что если недоученный урок возвращается к нам, если мы с этим человеком это не пройдем, если, например, женщина думает, что вот с мужем там сложности, да, то есть не прохожу с ним, нужно с ним развестись, плохой муж, остается сын. И потом к женщине возвращается этот урок уже с сыном. Но он сложнее. Потому что каждый новый круг, он будет сложнее. Я сейчас не запугиваю, говорю о том, что важно понять, что развестись, как сказать, развестись легче всего. Но найти в себе силы… Сам с собой не разведешься. Да, это определенно. То есть найти в себе силы что-то изучать, найти в себе силы меняться, найти в себе силы развиваться, это достойно уважения. И это всегда достойно уважения твоего партнера. Когда хотя бы один человек, вот даже говорит, вы не знаете, какая у меня семья, вы не знаете, что у нас там творится. Но если хотя бы один человек из этой семьи начнет обращать внимание на себя, не на всех окружающих, и меняться, сто процентов изменятся все вокруг. Вот это уже, ну это доказано. Потому что они будут видеть, что что-то меняется, и все, механизм запущен. Изменения неизбежны. Ну спасибо, Катя, вам большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Просто очень так живо получилось. В связи с этим хочется вот что добавить. Знаете, легче всего, конечно, сказать, вот посоветовать вам, начните с себя, измените что-то в себе. Даже я вот на такие темы, ну как бы неуполномочен давать советы. Ну просто хочется, начните хотя бы просто друг друга слушать. Вот мне кажется, просто услышанные слова, вот услышанное одно какое-то слово, и нужный, уместный на него ответ, он уже спасет чьи-то отношения. Спасет, например, чью-то семью. Спасет кого-то ребенка от того, чтобы мама и папа не развелись. Я думаю, всем нам надо научиться друг друга слушать, а остальное, я думаю, со временем приложится. С вами был Константин Козлов. Всего вам доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова